Добрый день, уважаемые коллеги. На самом деле, наверное, это естественный ход событий, что от монотерапии мы развиваемся в сторону комбинации препаратов. Это мы хорошо знаем и по цветотоксической химиотерапии, ну и, естественно, желание скомбинировать иммуно-онкологические препараты с тирозинкиназами или два иммуно-онкологических препаратов, конечно же, не мог остаться обойденным. И понятно, что основные клинические исследования развития этой области идут именно в комбинации тех препаратов, которые мы уже имели в своей практике. И, естественно, мы ожидаем некоторого сложения этих эффектов. Как она сказала, что это даже не два, а уже три, а может и четыре. То есть эффект может быть больше, чем прямое сложение обоих препаратов. Поэтому, конечно, нас ждет подобных комбинаций, я думаю, что и в будущем достаточно много. И сейчас их уже как минимум три, и на подходе еще одна для лечения метастатического почечноклеточного рака именно в первой линии. И, конечно, вся основная проблема, на самом деле, наверное, не в комбинации, наверное, а в том, какую комбинацию выбрать для пациента как в первой линии, так и какое лечение выбрать и во второй линии. Вот эта вот стратификация пациентов, подбор пациентов, подходящих для конкретного вида лечения, конечно, это возможно только при накоплении большого опыта, которого на сегодняшний день нет. И в связи с этим, конечно, я вижу огромные трудности, чисто практически, для того, чтобы определиться ту или другую схему лечения, мы будем давать пациенту. Хотя в нашей действительности, конечно, это все упрощено, так как мы в большей части ориентируемся на то, что есть, а не на то, что можно выбрать. Ну и о том, что я говорил, что в прошлом и в этом году две интересные схемы, очередные появились для лечения метастатического рака почки. Это комбинация иммуно-онкологического препарата с тирозин киназами. Мы прекрасно знаем результаты комбинированной терапии невоумаба с эпилилумабом, два иммуно-онкологических препарата, в комбинации дали значительно лучший эффект, чем тирозин киназный ингибитор сунетиниб. Ну и, естественно, вот следующий шаг, это была комбинация плюсов тирозин киназных ингибиторов и непосредственно иммуно-онкологических препаратов. И вот эти схемы показали свою эффективность у пациентов с метастатическим раком почки, на основании чего они были зарегистрированы. В частности, в том числе и схема вилумаба с оксетинибом была зарегистрирована FDA. Ну и вот мы на днях, видимо, ждем уже и официального документа о регистрации в Российской Федерации. Почему ингибиторы тирозинки нас мы прекрасно знаем, потому что мы имеем большой опыт и длительный опыт лечения пациентов с метастатическим раком почки, которые показали свою эффективность и, конечно, значительно улучшили возможности лечения больных после первой волны иммунотерапии, как мы помним. И вот эти эффекты, конечно, заставляют нас использовать эти препараты дальше, и эти препараты дальше, в том числе в комбинации. Ну и иммуно-онкологические препараты, как современные лекарственные препараты, сделавшие определенную революцию и перевернувшие наш взгляд на лечение онкологических заболеваний, конечно же, породили желание комбинировать один препарат с другим. Однако путь был не так достаточно тернист, потому что первые комбинации, в частности, комбинации неволумаба с унитенибом, неволумаба с позапонибом, а также пембролизумаба с позапонибом демонстрировали выраженную токсичность. Мы видим, что в схемах с неволумабом токсичность третьей-четвертой степени составляла практически 80%, что, конечно, неприемлемо для лечения этих больных, и эти схемы, конечно, не пошли для дальнейшего исследования и, тем более, использования. Поэтому, с одной стороны, конечно, в начале, может быть, и было некоторое разочарование и вот это усиление токсичности наш оптимизм несколько снижало, но, тем не менее, дальнейший, наверное, более скрупулезный подход к выбору препаратов для комбинации позволил сделать очередные шаги, ну и, в частности, которые реализовались в комбинациях авиолумаба с оксетинибом и пембролизумаба с оксетинибом. Почему, возможно, эти схемы имели меньшую токсичность? Неволумаб ингибитор ПДЛ-1 рецепторов на сегодня мы знаем большой достаточно метаанализ, включивший огромное количество пациентов и большое число рандомизированных исследований, где было показано, что токсичность у ПДЛ-1 ингибиторов выше, чем у ПДЛ-1 ингибиторов. Это связывает с тем, что иммуноонкологическая токсичность в случае ПДЛ-1 ингибиторов за счет того, что ПДЛ-2 ингибитор продолжает функционировать, она ниже. И полное блокирование ингибирующего аутоиммунный ответ влияния этих препаратов не столь выраженной, поэтому токсичность при использовании ингибиторов ПДЛ-1 достоверно ниже. И, естественно, комбинация, в том числе и в комбинации, будет проявляться меньше. Второй фактор, что, наверное, все-таки при использовании акситениба, когда препарат, во-первых, он более селективный к ВИДЖФР рецепторам всех трех типов, необходимо меньшие дозы, причем есть возможности. На сегодня доказана и показана эскалация дозы акситениба у пациента с метастатическим почечноклеточным раком, за счет чего можно, с одной стороны, достигать максимальной эффективности, с другой — контролировать токсичность в зависимости от дозы. То есть позволило использовать этот препарат в этой комбинации, опять же, продемонстрировав достаточно низкую токсичность. Еще раз скажу, что в обоих исследованиях, посвященных как авиомолумабу с акситенибом, так и пембролизумабу с акситенибом, доза акситениба подвергалась эскалации, что, на мой взгляд, достаточно важно, в том числе и в практической деятельности, если мы используем эти схемы, надо пользоваться эскалацией дозы акситениба. Это повышает, с одной стороны, эффективность, с другой стороны, позволяет достаточно хорошо контролировать токсичность. И второй препарат, который вошел в схему, о которой я буду в основном сегодня говорить, это авиомолумаб, препарат несколько уже инновационный, он несколько отличается от тех педель-ингибиторов, которыми мы привыкли работать при метастатическом раке почки, и в том числе при уротелиальном раке, то есть то, что знакомо онкоурологу. И действительно, у этой молекулы есть вариабельный, так называемый, участок, который ингибирует непосредственно педель-1 рецептор. Но есть еще один участок, который остается свободным и, самое главное, функциональным. И он способен связываться уже с рецептором, который располагается на, прежде всего, цитотоксических лимфоцитах и других иммунокомпетентных клеток. Но прежде всего, вот эта связь этого фрагмента с этим рецептором на поверхности цитотоксического лимфоцита запускает антителозависимую клеточно-опосредованную цитотоксичность, то есть клеточную реакцию непосредственно лимфоцита на опухолевую клетку. Таким образом, происходит двойной эффект воздействия препарата на... То есть два механизма реализации эффекта. Первый — это блокада непосредственно педель-1 рецептора и блокирование вот этого ухода опухолевой клетки от иммунного ответа. А второй — непосредственно стимуляция самого иммунного ответа за счет активации цитотоксических лимфоцитов. И, конечно, здесь можно, с одной стороны, ожидать такого достаточно выраженного эффекта, потому что происходит и контроль за уходом от иммунного ответа, и, с другой стороны, непосредственно стимуляция токсического эффекта. Насколько это действительно получило реализацию в практике, в частности, для метастатического рака почки, мы посмотрим немножко ниже. В результате была сформирована комбинация авилумаба с оксетинибом и инициировано рандомизированное исследование «Джевелин». Мы в нем также принимали участие и имеем определенный опыт применения этой комбинации. И надо ответить, что действительно проблем с токсичностью мы явных не отмечали у этих пациентов. То есть, в отличие от ряда других комбинаций и схем, в данной ситуации было работать достаточно, ну так, наверное, сказать, пропросто, да, потому что явная такой выраженной токсичности, и в том числе третьей и четвертой степени, у наших, во всяком случае, пациентов мы не отвечали. Еще один очень важный момент этого исследования – это те первичные и вторичные точки, которые были выбраны. И первичной точке была выбрана оценка выживаемости беспрогрессирования, в том числе общей выживаемости, в группе PDL положительных пациентов. То есть была сформирована группа PDL положительных, в которой оценивалась выживаемость беспрогрессивная. При этом надо сказать, что на самом деле какого-то специального отбора или обогащения PDL-1 пациентами в этом исследовании не проводилось. То есть, потому что пациентов в этой ситуации получилось достаточно много PDL-позитивных. Это тоже определенный вопрос, потому что в других исследованиях, также производящих соответствующим образом набор, ну, в частности, с неволомабом и пиломуабом, как будет показано ниже, частота PDL положительных пациентов, PDL-1 положительных пациентов, она все-таки значительно ниже. Но, тем не менее, если сравнивать вот эти два исследования, Джеволин и Кенолт, они одинаковые по частоте непосредственно пациентов положительных по PDL. Но именно в этом исследовании была специально сформирована группой и первичной точкой оценки была выживаемость у пациентов PDL-позитивных. И вторичной точкой оценки выживаемости и частоты объективных ответов уже в общей популяции пациентов, набранных непосредственно в это исследование. Ну, вот те результаты, которые были опубликованы по материалам этого исследования, исследование на самом деле продолжается, продолжается в основном, конечно, за контролем и наблюдением пациентов и продолжается набор данных. Ну, в частности, оценка тех пациентов, которые включали, мы видим, что пациенты были по АМДС как благоприятного промежуточного, так и плохого прогноза. И в том числе они оценивались и парицисты. В общем-то, группы как сунетиниба, так и велумаба с оксетинибом, они были сравнимы как в группе с PDL-положительных, так и в группе общей популяции больных, включенных в этот протокол. Ну, вот то распределение PDL-позитивных, о котором я говорил, что в этом исследовании General Reynolds было 63%, в Kino 426-60% и в Checkmate 214-24%. Но при этом в Checkmate мы знаем, что как минимум на несколько лет начиналось раньше, и мы уже имеем, как минимум, достаточно длительные результаты оценки эффектов. Если оценивать ту самую первичную точку по безрецидивной выживаемости в группе PDL-положительных, мы видим, что достоверно имеется расхождение кривых как в группе PDL-положительных, так и в общей популяции. И это тенденция отсутствия каких-то серьезных различий в PDL-популяции и в общей популяции. Ну, на самом деле, наверное, ответила на самый главный на сегодняшний день вопрос, что, наверное, все-таки у пациентов с метастатическим почечноклеточным раком наличие или отсутствие PDL-экспрессии не является предиктивным и в том числе прогностическим маркером. Мы видим, что и в той, и в той группе достоверное расхождение кривых по выживаемости. Также был, на мой взгляд, интересный факт, то есть анализ, проведенный пациентов во второй линии. Мы видим, что те пациенты, которые получали комбинацию авилумаба с оксетинибом, имели лучший ответ и на последующие линии терапии. Выживаемость без прогрессирования у этих пациентов была достоверно лучше, чем у тех, кто в первой линии получал сунетиниб. Возможно, это такая пролонгированная реакция иммуно-онкологического препарата, о которой мы говорили и раньше, что, возможно, пациенты, получающие иммуно-онкологический препарат, сохраняют вот эти эффекты и после окончания лечения, достаточно длительный промежуток времени и они лучше реагируют на, в том числе, тирозинкеназные ингибиторы. Вот в частности, в этой ситуации было показано, что не только на тирозинкеназные ингибиторы, а в основном эти пациенты, которые были оценены, это будет тоже показано ниже, определенная группа получала иммуно-онкологические препараты и там тоже преимущество выживаемости было на стороне комбинации в первой линии. На сегодняшний день мы имеем достаточно ограниченное время наблюдения за этими пациентами, медиана выживаемости, общей выживаемости не достигнуто у набранных групп больных и на сегодня пока не продемонстрировано различий. В общей популяции мы имеем достоверные различия, но при этом, конечно же, эти результаты не достигли заданных и поэтому расценивать как улучшение общей выживаемости пока на сегодняшний день преждевременно, но еще раз повторим, что эти данные достаточно, то есть они ранние и пока мы все-таки ждем, что со временем кривые могут разойтись и тогда мы получим выживаемость по общей выживаемости различия более достоверные и более значимые. Ну и вот те варианты предшествующей терапии, которые проводились, последующей терапии, которые проводились в этих группах пациентов и мы видим, что в группе Аволумава соксетенибом не такой большой процент получал ПД1 и ПДЛ-ингибиторы, но тем не менее порядка 7,5%, то есть 7,5% получали именно это лечение. Ну и естественно, в группе сунетениба абсолютное большинство больных получало именно этот вариант лечения, что в общем-то логично, как препараты с другим механизмом действия, ну и плюс это действительно входит в сегодняшние стандарты. Ну и тот широкий набор вариантов препаратов, которые использовались в этой ситуации. Ну и вот та непосредственно небольшая группа пациентов, которая получала непосредственно ПД1 и ПДЛ-ингибиторы во второй линии лечения, то есть после прогрессирования на первой линии, то есть на Аволумабе и Аксетенибе или Сунетенибе мы видим, что и при назначении иммуно-онкологических препаратов после комбинации Аволумаба с Аксетенибом выживаемостью этих больных во второй линии, общая выживаемость скорректирована выше по сравнению с пациентами, которые получали терапию с Аксетенибом. Это тоже внушает надежды, что мы все-таки увидим достаточно более значимое расхождение кривых по общей выживаемости. Различий по группам прогноза в эффектах не было зарегистрировано. Все пациенты как благоприятного, так и промежуточного, так и плохого прогноза демонстрировали преимущественно преимущество по зарецидивной выживаемости и общей выживаемости, а также по частоте объективных ответов по сравнению с монотерапией с Аксетенибом. И мы видим, что пациенты даже плохого прогноза по частоте объективных ответов практически в два с половиной раза превосходили группу с Аксетениба и достаточно высокое число этих больных демонстрировало объективный ответ 31%. Даже в группе, еще раз повторю, плохого прогноза и в группе благоприятного прогноза 67%. Если говорить об ответах в общей группе пациентов, то мы видим, что полный ответ был зафиксирован у практически 6% больных и суммарно объективные ответы наблюдались у 56% пациентов в группе Аксетенибом, что в два раза выше, чем в группе монотерапии с Аксетенибом. Такие различия отмечаются как в PD-L1 позитивной популяции, так и в общей популяции пациентов в данном исследовании. Вот та самая картинка токсичности. Мы видим, что практически, наверное, они не различаются по диареи, по гипертензии несколько чаще встречались в группе Аксетенибом, но зато более привычная для террозинки назных, наверное, в том числе ангибиторов, токсичность, в том числе гематологическая токсичность, она была преимущественно в группе Сунетенибом, тогда как в группе комбинаций ее практически не отмечалось, так, третьей-четвертой степени тромбоцитопения и нейтропения не превышали 0,2%. То есть токсичности как минимум сравнимы, а по вариантам они, конечно, несколько отличаются и они более то есть они несколько отличаются друг от друга. Таким образом, если оценивать профиль безопасности, инфузионные реакции отмечались у 52% у пациентов 12% и достигли третьей степени тяжести у 7 пациентов 1,6%. Иммуноопосредованное нарушение функции щитовидной железы были наиболее частыми естественно у пациентов в комбинации 24,7%, но при этом мы хорошо знаем, что эти пациенты не нуждаются в отмене лечения. И таким образом эта схема продемонстрировала свою эффективность и сегодня равноправно занимает в первой линии с другими комбинациями, о которых мы также говорили. Но нельзя сказать о комбинации пембролизумаба с оксетинибом, которому также было посвящено рандомизированное исследование, где продемонстрировано достоверное преимущество как по общей выживаемости, причем уже в сроке наблюдений больше 24 месяцев, также выживаемость без прогрессирования достоверно выше в группе комбинации пембролизумаба с оксетинибом. И по частоте объективных ответов также абсолютно преимущество в группе комбинации по сравнению с сунетинибом частота полных ответов составила 8,8%. Что было интересно для этой схемы, то, что мы получили некоторые преимущества для группы благоприятного прогноза, так, безрецидивная выживаемость без прогрессии имела достоверные различия, а выживаемость общая по сути тоже начала расходиться, но пока еще говорить рано, возможно, последующие анализы продемонстрируют и преимущества по общей выживаемости в отношении группы пембролизумаба с актиентинибом и в группе благоприятного прогноза опять же продемонстрировано значительно большее число объективных ответов и в том числе частота полных ответов практически в два раза выше, чем в группе монотерапии с антинибом. Ну и также продемонстрированы различия выживаемости как общей, так и безрецидивной в группах плохого и промежуточного прогноза. При этом опять же несмотря на комбинацию двух препаратов токсичность была практически сравнима с пациентами получающими санитениб и таким образом комбинация пембролизумаба является показанным пациентам с петастатическим раком почки в первой линии и в том числе у больных благоприятного прогноза, что тоже очень важно в выборе того лечения, которое мы планируем этим больным. Если сравнивать эти исследования, понятно, что это некорректное сравнение и оно не очень целесообразно, но тем не менее мы видим, что в общем-то на самом деле цифры где-то сравнимы по всем показателям и на самом деле очень важно то, что мы на сегодняшний день просто уже понимаем и достоверно знаем, что действительно от комбинации, от комбинации в том числе как двух иммуно-онкологических препаратов, так и комбинации иммуно-онкологического препарата и тирозенкиназного ингибитора мы вправе ожидать большего эффекта и что на сегодня действительно в первой линии пациенты все-таки должны получать именно комбинацию какую-либо из комбинаций которые разрешены сегодня для использования в нашей повседневной практике и тогда они будут иметь значительно лучшие эффекты онкологические но и в том числе мы понимаем что токсичность при этом она не будет сильно отличаться от в том числе монотерапии ну вот буквально еще два слова по токсичности да в комбинации двух иммуно-онкологических препаратов мы видим несколько меньшую частоту встречаемости нежелательных явлений но при этом эти нежелательные явления гораздо чаще заставляли отказаться от продолжения лечения то есть в 22% случаев в отличие от комбинации иммуно-онкологического препарата с тирозенкиназным ингибитором что говорит о том что это естественно другая совершенно токсичность и она часто достаточно более тяжелая и особенно если она не вовремя диагностируется и часто заставляет отказаться еще раз повторяю от продолжения лечения у пациентов что чрезвычайно плохо потому что мы знаем что даже у тех больных которые прогрессируют сохранение продолжения этого лечения демонстрируют преимущество выживаемости по сравнению с теми кто не продолжает лечение поэтому конечно вот эта вот оценка токсичности вероятности токсичности и то есть предполагаемой токсичности и общего соматического статуса наверное основные критерии выбора сегодняшней схемы лечения спасибо за внимание спасибо за субтитры Продолжение следует...